оля это кто рядом с тобой русскоговорящие и сегодня мы отправляемся в индивидуальную экскурсию по бангкоку банков самое длинное название для брунки маха 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 здесь просто супер красиво после огромного будды обязательно сюда покормить этих огромных рыб ребята вы только посмотрите на этого монстра буты какие-то машинки поднимаем голову и вал с этого ракурса смотрите какая красота это что за антиквариат такая ямаха по всей видимости это ямаха конечно же фотографируется с этим автомобилем кататься в следующую локацию на этом тук-туки лиле это здание как называется что там а вот он и специальный желтенький автобус самого всем привет друзья всем привет ребята вы на канале билет мечту и с вами юрий и ольга и мы по прежнему находимся в таиланде столице нашего любимого королевства и сегодня мы отправляемся в индивидуальную экскурсию по бангкоку в первый раз друзья с компанией тай for travel у этой компании много направлений и самое главное это конечно же туристические экскурсии они есть как в паттайе так и в бангкоке и вообще по всему таиланду также вы спрашивали как бронировать отель и кондо если не работают наши карты так вот ребята помогают бронировать на этих сервисах airbnb booking.com а года это огромный плюс но о компании мы с вами еще поговорим в процессе нашей экскурсии а сейчас познакомимся с гидом и будем уже отправляться оля свет на зеркальце скажи и всю правду доложи это кто рядом с тобой что за прекрасное дело с нами тайский гид русскоговорящий лили лили очень приятно она сегодня все время будет с нами рассказывать вообще друзья если в компании есть русскоговорящий тайский гид то это очень круто мы в дальнейшем вам еще об этом расскажем но сейчас начнем нашу на экскурсию на экскурсии это сначала мы будем посмотреть в этом храме это кромот это он очень старый на территории это очень старый он построить когда город аюта я таиленде да это мы нас когда столица и тогда его построена столица бангкок самое длинное название очень долго давайте я вам поговорить грунте маха на конь обман ратана косин махин тара аюта я маха лидов но парад раттани бури ром у дом мастан амон тиман а ватан сатит закатать и я вы стану компасит это с япон и название по тайском здорово так он так он вообще назывался раньше на друзья это самый большой будда который находится в на высоту доставка 79 метров 69 метров 40 метров друзья позади этого огромного золотого будды находится также огромная белая ступа и как нам сказала лили здесь находится прах будды давайте вместе с вами пройдем вообще я хочу сказать конечно же храмы и тайланд это неразделимое целое поэтому никуда не денешься такая часть экскурсии у нас тоже будет присутствовать ребята поднялись на самый верх здесь внутри зеленая ступа посмотрите внизу лотос до подсвечивается как же здесь красиво просто необычно до прах находится именно внутри друзья внутри этой зеленой ступы мы его конечно же не видим но подняться сюда я просто думаю надо каждому если вы будете в этом храмовом комплексе здесь просто супер красиво все так подсвечивается посмотрите как будто хрусталь какой-то да вокруг везде дракон а еще можно выйти на балкон и посмотреть какая открывается панорамы ну и будда сидит к нам спиной какой же он огромный 69 метров ребят я хочу внести поправочку территория храма она очень старая но сам этот огромный будда ему если я не ошибаюсь пять или шесть лет и вот в этом тоже весь таиланд и бангкок в таких вот узеньких улочка цветочные веночки да все так красиво отношения покупать и дарят будди тысяча мелочей в этих квартальщиках ну и конечно же еда кстати вкусно пахнет какой-то карамелью мороженка чипсы в общем смотрите кафешечка столики такие деревянные прикольные здорово нам нравится такая атмосфера нравится гулять именно по таким местам чтобы попасть на территорию соседнего храма нам надо перейти через искусственный канал смотрите какие экзотические лодочки и вот уже видно соседний храм куда мы и направляемся про каналы Лили сказала что это король попросил вырыть вот эти искусственные каналы для того чтобы люди легко могли передвигаться ведь раньше же город вообще стоял весь город на воде на воде на сваях да наверно и можно было передвигаться вот прям на лодочках произносить название храмов очень сложно именно этот называется так именно отсюда мы отправимся на лодки длиннохвостки в путешествие по каналу ребята вы только посмотрите как все блестит как все отливает каких только здесь фигур нет каких только животных какие-то коники ослики огромные попугаи и львы гляньте ну не сказка ли как будто попадаешь какую-то сказку действительно а это не что иное как крематорий именно буддийский крематорий так нам объяснила лили это не что иное как труба ребят мы знали и лили нам напомнила что слоны это конечно же священное животное в Таиланде особенно белые слоны и здесь вуда восседает на трех белых слонах это тоже очень красиво рядом с этими слониками куда лили идет она подошла к мужчине и за 20 бат приобрела вот такой пакет хлеба и мы отправляемся я так понимаю каналу мы будем кататься и кормить рыб а возможно сперва просто кормить рыб а потом уже кататься ну что давайте-ка покормим эту рыбку рыбаки вы только посмотрите что творится мне кажется они сейчас забрызгают даже мою камеру какие они огромные тайский сон ну кстати хочу сказать что многие совсем таки не похожи на самок хотя нет хотя нет я ошибаюсь реально огромные станы просто гигантские это что такое они просто взвестились так что ребят после огромного будды обязательно сюда покормить этих огромных рыб да 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 виды конечно же красивые а и 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 Лодки абсолютно разные, друзья. И именно отсюда, с этого пирсика, где мы кормили рыб, мы сейчас вместе с вами и отправимся в путешествие по каналу. Пока мы ждем нашу лодочку, скажем пару слов о гидах. Почему же хорошо, когда в компании есть русскоговорящий тайский гид? Все очень просто, друзья. Когда вы приходите на территорию храма, русским гидам нельзя там находиться и проводить экскурсию. Поэтому очень круто, когда в компании есть русскоговорящий тайский гид. Он будет на территории храма, вам все популярно расскажет. А вот и наша красивая длинноходка. Вот такие малые лодки только для туристов. Местные на таких не катаются. Местные ездят по Чаупрая совсем на других лодках, как речное такси. И нас еще это все ждет впереди. Давайте грузиться потихоньку. Вот в этом огромный плюс, друзья, индивидуальной экскурсии. Мы вдвоем, вернее, втроем с нашим гидом будем кататься по каналу, наслаждаться этими видами. Вы только посмотрите, узкий канал, также ездят другие лодочки. И он сейчас развернется. Я хочу сказать, какой огромный двигатель, да, и как он справляется с этим шестом на конце винт. Просто какие-то кудесники. Ребята, вы только посмотрите на этого монстра. Какой он жирный, лежит, отдыхает. Он наверняка заглотил пару огромных самов. Отсюда с лодочки, с этого канала красивейшие виды открываются. На храм, на этого огромного Будду. Ребят, какая же огромная здесь система каналов. И как же здорово прокатиться на лодочке по ним, посмотреть этот быт, этот колорит. Смотрите, эти дома все стоят на сваях. Сделаны они непонятно с чего. С каких-то палок, листов, железа. В общем, что было, и с того и сделали. И смотришь вглубь, туда тоже идут маленькие каналы, да, и там также маленькие хижины, домики. Школы, больницы, все это было на воде. Вы только посмотрите на этот крейсер. Какой он, какой он огромный. Там большая группа китайских туристов. Какая после них волна, ребят, вы только посмотрите. Да, вот так выглядит жизнь на воде. Я поворачиваю камеру, и это что? О, это похоже уже на плавучий рынок. Здесь продают сувениры. Конечно же, все нацелено на туристов. Смотрите, какой ассортимент сувениров. Чего здесь столько нет. Фоники, Будды, какие-то машинки. А это что, ребят? Ой, вот это приколюко. Раньше в Бангкоке, да, это основа. В этом на территории, да, это была столица. Вот такие, это центр города. Вы тут смотрите. Это центр города был, да? Да, 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 город Курид. А, когда-то, когда-то давно, да, это был центр города, ребят. Вот это центр города, представляете? Самый центр Бангкока, да, мы проходим бывший центр. Вот так он выглядел, друзья. А тут Бури, это тут Бури, город, была столица, да, в этом районе, этот центр. Там не только это буддийский храм находится, там много разных людей, религий. Это христиане, мусульмане. Сейчас мы тоже видно храм, мы сейчас, да, катарический храм. Проходим очень много храмов, не просто буддийских, а разных. Субтитры создавал DimaTorzok Ребят, сейчас в Таиланде сезон дождей. И на реке закрывают шлюзы, чтобы не было наводнений, чтобы этот район не ушел под воду. Поэтому мы ждем немножко в очереди и сейчас отправимся дальше. А вообще, правда ли ли, говорят, мы слышали, что с каждым годом, а именно Бангкок уходит под воду. На каждый сантиметр ниже-ниже опускают шлюзы. Это правда, да? Да, это правда, вот таки все правильно. Ну, надеемся, до этого не допустят же, что-то будут делать. Да, да, да. Чтобы Бангкок остался Бангкоком. На наш век хватит, короче. Я думаю, вам видно, друзья, как раз-таки открылся шлюз, да, и там прям очередь из лодок. Сейчас они проедут, и мы поедем в ту сторону. И мы сейчас отправимся уже не по каналу, а по реке Чао-Праяр. Сейчас в этот промежуток заедет несколько лодочек, возможно штук 10, затем шлюз с той стороны закроется, а откроется уже с этой стороны. Вот мы и выехали на основную главную реку Бангкока, Чао-Праяр. Наверное, это у нас река, поэтому можно и поедем. Что хочется сказать, друзья, отдельный респект за катание по каналу. Это просто колорит, экзотика, и мы всем рекомендуем покататься, выехать на реку Чао-Праяр. Мы приехали на следующую локацию, в следующий храм. Здесь красивейшее место, красивейшая ступа. Ее видно прям с реки. Друзья, как вы думаете, почему на входе с пирса на территорию храма висит фиолетовый и желтый флаг? Как нам объяснила Лили, эту территорию, именно территорию этого храма посещает королевская семья. А именно король с королевой. Здесь, конечно же, дресс-код и коленки надо обязательно закрывать. У меня шорты удлиненные, поэтому все прокатывает. Вход на территорию 100 бат, но у нас это все входит в стоимость нашей экскурсии. Лили идет вместе с нами на территорию, так как она тайский русскоговорящий гид компании. Здесь выдают водичку, она святая. Смотрите, мне ставят на руку печать и Оле, и мы проходим дальше. Берем здесь бутылочку воды, чистая питьевая вода, совершенно безвозмездно. Освященная храма. Вернее, все уже оплачено. Сколько высота этой? 82 метра. 82 метра. 2 метра. Высота этой ступы, ребят, просто выглядит великолепно. Лили говорит, что здесь нет никакого праха в ней. Это просто как красивый символ. Давайте пойдем поближе и насладимся этой красотой. Все сделают отсюда фотографии. Потому что это высокая ступа построила во время короля от рамы второй. Эту ступу построили во время травления рамы второго. Впечатляет, конечно, очень впечатляет. Использовали здесь китайский фарфор. Поднимаешь голову, и у меня сейчас, наверное, упадет кепка. Рядом еще одна ступа поменьше. Красиво, конечно. Это красиво. Ребят, металлическая монета 10 бат. Она считается уже старой. Здесь рама 9. Но на ней именно эта ступа, где мы сейчас находимся. Поднимаем голову. И вау, с этого ракурса смотрите, какая красота. Но вы ее можете посмотреть на 10 батах, если вы не будете в Бангкоке. Мы поинтересовались, друзья, сколько же строили такую красоту. И Лили сказала, что рама второй не дожил. Не дожил. И уже сын, рама третий, заканчивал строительство этой ступы. Ну, конечно, впечатляют размеры и вообще все, что здесь натворили. Смотрите, для изготовления использовали китайский фарфор. Это самый настоящий китайский фарфор. Да, китайский фарфор. Здесь его я не знаю сколько, ребят. Огромное количество. Мы поднялись немного выше. И отсюда вид на маленькую ступу. Здесь, кстати, есть ступеньки наверх. Но Лили сказала, что они открываются, когда здесь бывают церемонии. Именно буддийские церемонии. И тогда можно подняться выше. Красота, конечно, не передает камера, никакой телефон. Надо здесь побывать однозначно, друзья. Ребят, на кого они похожи? Конечно же, на добрых демонов. И мы таких видели в Камбодже. Насколько они добрые, надо еще, конечно, разобраться. Смотрите, здесь многие берут на прокат красивую одежду и делают фотосессию. Причем не только девчонки, но и мальчишки тоже здесь делают фотосессию. Смотрите внизу, какие костюмы, какие наряды. Какой у парня наряд. А сколько их внизу, они просто стоят в очереди, чтобы сфотографироваться возле какой-нибудь локации. Смотрите, вон, 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 везде, просто повсюду. И с этого ракурса также открывается замечательный вид. Не только на эту ступу, но и на реку, на соседний храм по ту сторону. Реки, казалось бы, да, что мы, Оль, не видели храмов, да, или какую-то ступу. Здесь они особенные. Но виды просто потрясающие. Да, еще это когда в экскурсии тебе рассказывают. Очень здорово. И мы очень рады, что согласились, да, и выбрали такую экскурсию. И раз уж мы заговорили про экскурсии, то хочется добавить, что у компании Тайфор Тревел очень много экскурсий по Бангкоку. Они разнообразные, как в составе группы, так и индивидуальные. И вы сами можете согласовать и составить именно такую, да, как вы захотите. Как исторический Бангкок, современный Бангкок, вечерний Бангкок. В общем, ребята, все на ваш выбор. Да, Чайна Таун. В общем, любые районы, все на ваш вкус. И еще один большой плюс, когда ты на экскурсии с гидом. Она всегда вам покажет, где выбрать ракурс для фотографий. Ну, посмотрите, просто бомба. Здесь видно несколько ступ, виды просто чумовые, ребят. Здесь также на входе нас встречают добрые демоны. Когда прибудет сюда король с королевой, то здесь, конечно же, не будет людей. Здесь будет все закрыто для посещения. Возможно, это будет со дня на день. В общем, с 1 по 10 ноября. Смотрите, желтый флаг, это флаг короля. Потому что он родился в понедельник. И флаг желтого цвета. Справа флаг королевы, фиолетовый. То есть, в какой день король родился в такой цвет? Вот, пожалуйста. Поэтому желтый. Королева день, суббота, да, цвет фиолетовый? Суббота. Королева родилась в субботу, фиолетовый цвет. Все сверкает. Здесь столько декораций, все блестит. В общем, все приготовлено к встрече короля и королевы. Туда сегодня уже заходить нельзя. Вовнутрь только можно пройтись. Здесь вот полюбоваться, так сказать, снаружи. Ну и то я хочу сказать очень хорошо. Нам вообще повезло, что мы успели прийти сюда и посмотреть. Смотрите, ребят, как нам объяснила Лили. Людей кремируют, да, и прах хранится именно здесь. Здесь есть фотографии этих людей. Прям под Буддой есть своего рода маленькие ячейки, где и находится прах. Здесь есть два свободных места. И когда-то они будут заняты. Мы снова идем грузиться на кораблик, но уже гораздо побольше. На общественный транспорт, так сказать. Речной, речной кораблик. Смотрите, кораблик довольно-таки немаленький. И здесь много посадочных мест. Ну, а командир, конечно, сидит вот там, на втором этаже. Наша остановка. Идем на выход. Сейчас покажу, как это происходит. Ну, как-то вот так вот. Сигнал подает. Все очень быстро. Накинули трос, быстро причалили. За секунду люди вышли, и он отправляется дальше. Посмотрите, как разукрашены стены в этом районе. С этой стороны вообще какие-то красивые фотографии. Сейчас мы находимся на новой локации. Оля. Это старый бангкокский рынок. Самый первый рынок, который образовался в Бангкоке. Но сейчас это как музей. Рынок, по сути, не существует. Мы просто идем в эту улицу. В общем, это туристическая локация. Посмотрите, как стены украшены граффити. А как вот раньше это было. Как это выглядело, да. Можно как раз увидеть на этих фотографиях. Смотрите. Это кто? Какой-то пёсель выглядывает. Вот так отдыхали коты. В общем, здесь атмосферно, прикольно. Здесь были магазины. Вам что-то могли предложить. Смотрите, какие-то деревянные ставни. Ну, я хочу сказать, что там, возможно, кто-то живет, потому что там есть какая-то одежда. Китайские фонарики. Здесь, видимо, какая-то китайская лавка была. Какие дома старые постройки. Это же надо, сохранились до сих пор. Это просто антиквариат. Да, действительно. Примерно 200 лет назад. Больше 200 лет назад здесь был рынок. Как все-таки здесь тоже все украшено. А, здесь кафе, да, наверное, наверху. Мне так кажется. Да, здесь что-то нет. Здесь что-то, какая-то свалка. Какой-то склад, да, каких-то вещей. А это что за антиквариат? Смотрите, ребят, вот такой был самый настоящий раньше. Тук-тук. Местное такси. Такая вело-рикша, да, вело-тук-тук. Это раньше-тук-тук такая. Здорово. А посмотрите на этот антиквариат. Вы только посмотрите на этот мопед, на этот мотоцикл. Как он выглядит. Ямаха. По всей видимости, это Ямаха. Вы только посмотрите. Но это, конечно, уже современный. И вот он, современный тук-тук, который ездит на сегодняшний день по улицам Бангкока. Идешь, смотришь, с одной стороны современное искусство, да, какие-то граффити, поворачиваешь камеру. Это что такое? Этому дому, наверное, лет 150, да. Деревянные ставни. Проходим дальше. Здесь вообще непонятно, с чего он сделан, да, и как он стоит еще до сих пор. Сверху там какая-то лепнина. 230 лет этому дому. Так нам объяснила Лили. И здесь, по всей видимости, жили богатые китайцы. А ты есть? Раньше здесь... Сейчас здесь, конечно, неизвестно что. Возможно, там есть какой-то барчик. Я смотрю, здесь занимаются дайвингом. Стоят баллоны. Возможно, здесь тренируются. Смотрю, там молодежь за столиками сверху. В общем, какое-то это сейчас заведение пользуется, наверное, популярностью. Вы думаете, что делают эти девочки? Конечно же, фотографируются с этим автомобилем. Вы только посмотрите на эту букашку, этот антиквариат. Она уже вся проржавела. Ну и домик, конечно, здесь. Ему тоже лет, наверное, 250. А так выглядит китайский небольшой храм в этом же райончике. Прикольный райончик, я хочу сказать. И сами мы бы его, наверное, с Олей никогда не нашли. И никогда бы здесь не вышли. И не погуляли. Так что очень советуем, рекомендуем брать экскурсии. По возможности, да. По возможности, ребят. Потому что гид, если еще он тайский гид и русскоговорящий, вам ответит на любые ваши вопросы. Которые вас интересуют. А интересовать вас может много что. В Таиланде. Тем более, здесь столько экзотики. Ну и еще немножко экзотики за 20 бат. Жареные бананы, друзья. Смотрите, как они выглядят. Лили сказала, что они очень вкусные. Мы ни разу их не пробовали. Сейчас попробуем жареный банан. Давай, давай. Жареный банан. Пошел в ход. Ну что? Ну так интересно. Какой-то корочки в кляре. А внутри сладенько. Да ты что? Вкусно. Здорово. Вкусно. Проходим католический храм. И я хочу сказать, что он тоже замечательно выглядит. И на территории Таиланда вообще очень много различных храмов. Да, не только, конечно, буддийские. Но есть и католические, китайские и всякие другие. Да, перекликаются все. Религии. Религии, да. Но бананы прям просто зачетные. Как будто бы какой-то сладенький оладушек я ем. На лодках мы уже катались, на больших и на маленьких. На тук-туках еще нет. И нам предоставляется такая возможность. Сейчас мы отправимся кататься в следующую локацию на этом тук-туке. Мы же говорили, что у нас очень многое в это путешествие, что будет впервые. Прям очень много. На таком мы, конечно, еще не катались. Посмотрите, какой у него руль. Прям очень много. Как вы поняли, друзья, поездка на этом тук-туке у нас входила в экскурсию. Честно говоря, мы даже и не знали, но приятно были удивлены. И смотрите, в каком райончике мы вышли. Вы только посмотрите на эти высотки. Посмотрите, какой конфигурации, как они сделаны. Просто вау, друзья. Лили, это здание как называется? Это Маханакон. Маханакон. Это стеклянный пол. Видели, да? А, там на самом верху стеклянный пол. Я вижу, кто-то по нему ходит. Бесстрашные люди. Вот так на глазах меняется Бангкок. Только что мы с вами ходили в каких-то трущевах, мимо какого-то рынка, где домам было по 200-250 лет. Буквально 5 минут, и мы находимся в центральной части города. Вы только посмотрите на эти красивые здания. Вот такой он Бангкок. Такой он насыщенный и разный. В самом дорогом районе города мы только что побывали. Ну, я думаю, вы и поняли, глядя на эти высотки, которые нас окружали. А сейчас? На лодочке мы покатались, на тук-туке мы прокатились. А сейчас мы поедем на специальном автобусе, который ходит здесь по расписанию. И у него для движения своя полоса без пробок. Кстати, сейчас мы на автобусной остановке. Здесь работают кондиционеры. Здесь здорово, прохладно. И посмотрите, мы смотрим за окошко. И вот она как раз таки полоса, по которой, я так понимаю, и поедет наш автобус. На новую локацию, да, будем смотреть какое-то новое место. А вот он и специальный желтенький автобус, как Оля его назвала. Ребят, кстати, проезд на этом автобусе совершенно бесплатный. И все благодаря новому премьер-министру Таиланда он сделал вот такой вот приятный бонус на 3 месяца. Следующая наша локация в рамках экскурсии – это храм Париват. Ну, как храм, ребят? Ну, сами посудите, на что это похоже. На какой-то сказочный домик. И здесь также очень много различных фигурок. Как их сделали и сюда приклеили, я даже вам не скажу. Но выглядит все впечатляюще. Такие мелкие есть прям, из стекла, из какого-то фарфора. Все блестит. Здорово и интересно. Сами бы мы точно его не нашли и никогда не посмотрели. Мы увидели здесь даже героев различных мультиков. Посмотрите, Микки Маус. Кто это, ребят, с длинным носом, да? Очень похож на Буратино, да? Посалка. Да, здесь кого только нет. Каких только действительно персонажей сказочных. Здорово. Которых мы даже, в принципе, наверное, названия не знаем. И внутри стены храма также полностью все усыпаны какими-то персонажами. Ты смотришь вроде сдалека, да? И тебе кажется, ну да, фигурки. Ну да, сделали. Ну да, круто. Ну, когда ты подойдешь поближе и посмотришь, какая кропотливая работа. Посмотрите на эту мозаику. Какие мелкие стеклышки, да? Частички, да. Какой мелкий фарфор. Сколько по времени это надо было делать? Сколько человек? Да, очень. Никотовый, да? Там еще строй видно, да? Да, да, да. И этот храм еще строится, да? Еще столько интересного здесь и красивого будет. Возможно, когда вы приедете, здесь уже многое поменяется. Ну как вот быть в Бангкоке и не посетить такое место? Я думаю, это... Ну я хочу сказать, что мы бы его точно не посетили. Самостоятельно бы точно мы его не нашли. Если бы не с экскурсией, мы бы его просто не нашли. А так выглядит уже соседнее здание этого храма. А и здесь также много различных персонажей. Вон парень с мечом, какой-то лучник, какой-то ковбой с пистолетами. И кого здесь только нет. Вон самураи. А наверху на крыше-то сколько различных статуэточек маленьких и персонажей. И, кстати, делают его на пожертвования тайских людей. Ребят, как вы думаете, это футбольная команда в одинаковых футболках? Конечно же нет. Это тайские школьники. Хеллоу. И, как правило, в Таиланде возле каждого храма находится школа. Обычная школа. Да, обычная школа возле храма. У репетишек был последний урок физкультуры. Да. И они возвращаются. Хеллоу, хеллоу. Да, пошли тратить денежку, купить какую-нибудь. И вот так с самого детства. Привет. И футболки уже приобщают к культуре. И как вы думаете, где мы? Мы в каком-то лифте. Куда поднимаемся, сами не знаем. Поднялись на второй этаж. И здесь церемониальное помещение, огромные колонны. Мы бы, конечно, сами никогда сюда не приехали. Но что я вам сейчас покажу. Смотрите на эти статуи, которые как бы держат этот пол. И кто у нас здесь последний? Лили сказала, что это известный английский футболист Бэкхам. Собственной персоной. Узнаете, ребят? У него даже футболка футбольная. Мы еще раз прокатились на желтеньком автобусе. Вернулись в этот красивый дорогой район. И следующий наш транспорт, это уже метро. Но куда мы отправимся, вы скоро все узнаете. Мы приехали еще в один район Бангкока. И перед нами огромный торговый центр Сиам Парагон. Вообще здесь очень много торговых центров. Здесь рядом находится Байок Скай. Ну а зачем же мы сюда приехали? Конечно, не шопиться. Друзья, минуточку терпения. Друзья, глядя на эту картинку, я думаю, многие из вас догадались, куда мы пришли. В этом торговом центре находится Океанариум. Один из самых больших в Азии. И в рамках сегодняшней экскурсии у нас с Олей посещение этого Океанариума. И на этом наша экскурсия подойдет к концу. Сейчас мы с Олей вдвоем отправляемся в Океанариум. И, конечно же, вы с нами, наши дорогие зрители. Но здесь мы прощаемся с нашим гидом. С гидом компании Thai for Travel. И хотим сказать огромное спасибо Лили за сегодняшний день. Это была насыщенная, интересная, незабываемая экскурсия. И я еще раз повторюсь, что только с русскоговорящим тайским гидом можно, наверное, такое увидеть и посетить. Еще раз огромное спасибо. И я надеюсь, что мы еще когда-нибудь встретимся и вместе прогуляемся по другим местам Бангкока. Но на этом наш выпуск не заканчивается. Мы с вами, как я уже сказал, идем в Океанарий. И потом уже наша история завершится. Смелее мы прощаемся. Давай, пока. Пока, пока. Слава, до свидания. Савадика. Савадика. Капурика. Конечно же, с первых шагов мы с вами погружаемся в подводный мир этого Океанариума. Посмотрите, какой формы аквариумы. Чистое стекло. И что я вижу? Это походный нобстер. Ё-моё. Это именно тот гад, которого любят китайцы. И я смотрю, что их здесь много. И мне кажется или нет, я хожу, и такое впечатление, что эта банка покачивается. И это меня штормит уже за сегодняшний день. Смотрите, какие они громадные. Вот вы такого хотели зажарить, а? Где-то на гриле. Пишите в комментариях. Посмотрите только на это милое создание. На этого конька. Какой же он красавчик. Смотрите, я думаю, здесь не зря сделали лавочки. Здесь можно сесть и залипнуть надолго. Как в зрительном зале смотреть в мире животных. Масштабы этого океанариума поражают нас с самого начала. И я думаю, здесь в принципе-то много слов, наверное, не надо. Можно просто ходить, снимать, на наш взгляд, самые интересные моменты, интересные аквариумы. И мы, наверное, так и сделаем, друзья, под музыку. Потому что если останавливаться возле каждого, то здесь, наверное, можно пробыть до утра. И видео у нас получится бесконечное. Будет бесконечная экскурсия. Поэтому давайте попробуем сделать это под музыку. Субтитры создавал DimaTorzok Если вы захотите покататься на лодочке, то надо будет доплатить 350 бат. Вам оденут жилеты. И вы, можно сказать, прямо в большом аквариуме будете кататься. Там стеклянный пол. Ну и рядом с вами будет очень много красивых экзотических рыб. А это что такое, друзья? Я сверху подумал, что это вообще какие-то мумии стоят, не шевелятся. А потом пригляделся. Да они же живые. Вы только посмотрите на этих маленьких пингвинят. Какие они прикольные. А в этом аквариуме очень много рыбок, похожих на Немо. Помните из мультика? Какие они красивые, яркие, пестрые. Просто радует глаз. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К нам на берег различные морские прелести Смотрите, звезда, какие-то ракушки Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok